Посмотрим в таблицу времен, где находится это время Past Simple. Образуется оно при помощи второй формы глаголов в английском языке. Она так и называется простое прошедшее Past Simple. У неправильных глаголов, если мы посмотрим на традиционные списки, где три колонки, это будет вторая колонка и называется она Past Simple. Применяется эта форма только в этом времени в английском языке. Больше нигде. Еще раз хочу напомнить, что важно понимать и отличать. Предложение с глаголом be статичное. Ну, например, Моцарт был композитором. От всех остальных глаголов, глаголов действия. Моцарт писал музыку. Так вот, глагол be в прошедшем времени или в прошлом времени, в Past Simple. Будет меняться по лицам. У него две формы. В единственном числе я, он, она, оно. I, he, she, it. Это будет was. И отрицание будет was not. Сокращенная форма wasn't. Во множественном числе с лицами we, you, they. Мы, вы, они. Глагол be будет в форме were. И отрицание were not. Сокращенный вариант weren't. Вольфганг Амадей Моцарт был австрийским музыкантом и композитором. Глагол be выступает в Past Simple и меняет свою форму на was, был. He lived from 1756 to 1791. Он жил с 1756 по 1791 год. Ливд. Глагол live. В Past Simple, в простом прошедшем времени. И добавил, это правильный глагол, он добавил окончание ed. Он начал писать музыку в возрасте пяти лет и написал более 600 музыкальных произведений. He was only 35 years old when he died. Ему было только 35 лет, когда он умер. Started, wrote, was и died. Все эти глаголы в Past Simple. Они повествуют об исторической личности, о том, что было много лет назад. Вторую форму Past Simple. Правильные глаголы добавляют окончанием ed. Неправильные глаголы. Они образуются по-разному, потому их называют неправильные. Надо будет выучить наизусть. Я работаю в туристическом агентстве сейчас. До этого я работал в магазине. Глагол work. Работать. Это пример правильного глагола, который в прошедшем времени добавил окончание ed. Past Simple характерно тем, что действие началось и закончилось. То есть, законченное действие какое-то в прошлом. Очень часто Past Simple будет употребляться с такими словами, как и ситуациями тому назад, в таком-то году, на прошлой неделе, вчера. То есть, четко давая дату, когда произошло событие. Мы пригласили их на нашу вечеринку, но они решили не приходить. В этом примере характерно то, что два события, invited, пригласили, и потом они decided, решили. Это оба события в Past Simple, и происходят они друг за другом. Первое событие – мы пригласили их, invited, а потом они решили. Такое довольно часто в английском будет, когда в Past Simple какие-то события будут происходить друг за другом. Ну, например, вчера я проснулся, умылся, побрился, позавтракал и поехал на работу. Что здесь там четыре или пять событий будут происходить в простом прошедшем времени друг за другом. The police stopped me on my way home last night. Полицейский остановил меня на моем пути домой прошлым вечером. She passed her examination because she studied very hard. Она сдала ее экзамен, потому что занималась очень усердно. Здесь глагол study, он заканчивается на y. Обратите внимание, что y-буква исчезла и добавляется i, e, d. Это правило спеллинга, то есть правило орфографии. И найти их вы можете в учебнике в дополнении шестом, аппендикс 6, в конце учебника. Если коротко посмотреть на основные правила орфографии, то если слово заканчивается на y, то y исчезает и добавляется еще буква i, и получается i, e, d окончания. Hurry, hurried. Торопиться, торопились. Study, studied. Учиться, учились. Apply, applied. Обращаться, обратились. Try, tried. Пытаться, пытались. Но обратите внимание, если глагол заканчивается на гласный и потом y, в таких словах, например, как play, a, y, то тогда это y не исчезает, она остается на месте и просто добавляется окончание ed. Это часто путает студентов. Played. Enjoy. Гласный o, y. Enjoyed. А также заметьте слова pay, платить, paid. Они как бы исключения. И буква выпадает и просто остается id. Lay. Лежать, ложиться. Laid. Say, said. У некоторых глаголов, которые оканчиваются на гласный плюс согласный, при добавлении и d окончания этот согласный звук удваивается. Stop, stopped, получается stopped. Plan, planned. Rub, rubbed. Теперь несколько примеров с неправильными глаголами. Например, глагол писать, write. У него вторая форма будет wrote. Mozart wrote more than 600 pieces of music. Моцарт написал больше, чем 600 музыкальных произведений. Глагол see, видеть. Вторая форма будет saw, видел. We saw Rosa in town a few days ago. Мы видели Розу в городе несколько дней назад. Глагол go. Вторая форма past simple went. I went to the cinema three times last week. Я ходил в кино три раза на прошлой неделе. И глагол закрывать shut. Вторая форма shut. It was cold, so I shut the window. Было холодно, поэтому я закрыл окно. Неправильные глаголы. Они собираются в списке. Вы можете найти в синем учебнике в конце учебника Appendix One. Первое дополнение. Там собраны основные неправильные глаголы по алфавиту. В вопросах и отрицаниях появляется вспомогательный did, didn't. Он забирает на себя показатель прошлого времени, и после него идет смысловой глагол в первой форме в инфинитиве. Фраза I enjoyed. Я получил удовольствие. Глагол enjoy во второй форме с окончанием ed показывает, что это прошедшее время. Но как только вы задаете вопрос did you enjoy, enjoy глагол смысловой превращается в первую форму, потому что did вспомогательный нам показывает, что этот вопрос задается в прошедшем времени. Ты получил удовольствие. И отрицание. I didn't enjoy. Я не получил удовольствие. Didn't – это сокращенная форма от did not. Did you go out last night? Ты выходил гулять прошлым вечером? Yes. I went to the cinema, but I didn't enjoy the film much. Да, я ходил в кино, но я не получил удовольствие большое от фильма. When did Mr. Thomas die? About ten years ago. Когда умер мистер Томас? Около десяти лет назад. They didn't invite her to the party, so she didn't go. Они не пригласили ее на вечеринку, поэтому она и не ходила или не ездила. Did you have time to write the letter? No, I didn't. У тебя было время написать письмо? Нет, не было. Будьте осторожны в тех предложениях, там где глагол do выступает как смысловой глагол. Тогда он будет повторяться. What did you do at the weekend? Что ты делал на выходные? Первый раз did выступает как вспомогательная частица, а вот второй раз он уже выступает как смысловой. I didn't do anything. Я не делал ничего. Теперь с глаголом be. В настоящем времени у него три формы am, is, are. В прошедшем времени мы уже упомянули это was, were. Будьте внимательны. Если у вас идет статичное предложение с глаголом be, то тут уже не нужно никаких вспомогательных did. Глагол be очень сильный глагол. Он сам собой делает и отрицание, и вопросы. I was angry because they were late. Я был злой, потому что они опоздали. Was the weather good when you were on holiday? Была ли хорошая погода, когда ты был в отпуске? They weren't able to come because they were so busy. Они не смогли приехать или прийти, потому что были очень заняты. Did you go out last night or were you too tired? Вот здесь предложение. Первый вопрос идет с глаголом действия go. Выходил ли ты гулять прошлым вечером? А вторая часть идет со статичным глаголом be. Или ты был слишком уставший. Я сейчас работаю в туристическом агентстве, а до этого я работал в универсальном магазине. Мы пригласили их на нашу вечеринку, но они решили не приходить. Полиция остановила меня за превышение скорости. Она сдала свой экзамен, потому что занималась очень усердно. Моцарт написал более 600 музыкальных произведений. Мы видели розу в городе несколько дней назад. Я ходил в кино три раза на прошлой неделе. Этот дом стоил 89 тысяч долларов в 1996 году. Ты ходила в кино прошлым вечером? Да, я ходила в кино, но фильм мне не очень понравился. Ты ходила в кино прошлым вечером? Когда умер мистер Томас? Около десяти лет назад. Они не приглашали ее на вечеринку, поэтому она и не ходила. У тебя было время написать письмо? Нет. Я не сделал ничего. Я разозлилась, я была злой, потому что они опоздали. Была ли хорошая погода, когда вы были в отпуске? Они не сумели прийти, потому что были очень заняты. Вы выходили гулять прошлым вечером? Или вы были слишком уставшие? Удачи всем в изучении английского языка! С вами был Альберт Кахновский с сайтов English03.ru и English01.ru Игорь Негода